Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители канала «Медиан-Форум» программы. Мы с Михаилом Кацаном, и я святость напределяю вам. Мой очень большой гость – это Мартин Малек, известный политолог, журналист-политолог из Австрии. Господин Малек, вот прямо за пять минут до того, как мы начали писать интервью, выяснилось, что завтра состоится официальное решение правительства Оулафа Шольца в Германии о передаче в Украине танков «Леопард», которые Украина очень ждет и которые уже несколько стран обещали передать, даже если не будет соответствующего решения со стороны Германии. Как вы относитесь к этому решению, и стоит ли действительно нам его ожидать завтра, либо это такой информационный пшик и решение еще не принято? Как вы считаете? Ну, сначала надо сказать, я думаю, что все друзья в Украине поддерживаются этого мнения, что это просто новость дня, это очень наградная новость. Мы ждали этой новости месяцами, я также бы сказал, что мы ждали годами, потому что немецкое правительство принимает это решение с содержкой просто почти в 9 лет. Да, 9 лет. Это такая какая правда, потому что если доставили бы эти танки, естественно столько всего другого еще, в отношении военной техники только дело не дошло бы до того, что мы сейчас имеем, точнее имеем 24 февраля прошлого года. Если бы уже с 14-го года Украина получила бы все необходимое оборудование, то когда Путлер не напал бы на Украину, точнее вообще вся история Европы, да, не только Украина, а действительно всей Европы, может даже всего мира, пошла бы другим путем. Ну, пока мы не слышали только, что наконец-то Господин Шольц себя видимо заставляет согласиться с тем, что, так сказать, нельзя уже избежаться от доставок этих танков. Он, видимо, не очень захочет, но под давлением и внутри Германии, и Саругаша, и не только, или даже не в первую очередь в Украине, потому что на давление Украины немецкое правительство может и не упрощать внимания, все просто. Наконец-то Шольц, видимо, принял и принимает это решение, но, но, здесь есть несколько, больших, но, я слышал пока никаких подробностей о тех танках, которые Германия хочет или будет оставлять в Украине. Почему это важно? В отношении серии вот этих Леопардов дело в том, что этот танк, то есть леопард 2, до этого еще был другой леопард, леопард 1, но этот леопард 2 выпускается с конца семидесятих, то есть позже чем сорок лет, и здесь были, если моя память здесь меняет семь разных серий, но, разумеется, понятно, эта техника развивается и вставляют вот в новые танки всякие новшества технические по всем параметрам, и надо сейчас оставаться какие-то технические подробности, так и необходимости в данном этапе нет, но тем не менее, я не слышал, я не слышал, какие, какие танки именно, какой серии, какой у нас есть новое, в смысле, танки, которые, наверное, уже происходят вообще, во время промышленности комплексы Германии, то это на несколько месяцев, или какие-то старые, поддержанные из Германии, или из Польши, или из каких-то разных других стран, потому что леопард 2 производили больше чем три тысячи раз, ну а что именно, какие танки будут получаться в Украине, это во-первых, и во-вторых, надо же готовить украинских солдат, как управляться этим танком, которого они, естественно, не знают, из нас не могут, они пока с этим танком не имели никакого дела. И я слышал, что буквально на днях в Польше началась уже подготовка украинских солдат, но, но, техника настолько сложная, что такая серьезная подготовка занимает несколько месяцев. Это не несколько дней, это несколько недель, это скрыться в несколько месяцев, ведь и даже если мы слышали из разных западных стран, где украинские солдаты походят под готовку, что они очень быстро все усваивали, что это очень, вроде, очень умные и высоко отметятся, высоко мотивированные солдаты, они колдоваться тоже никто не умеет. То есть это, и пока появятся вот первые леопарды действительно в театре военных действий, это в лучшем случае несколько месяцев. Вот это надо иметь в виду. А пока вы говорили, господин Малик, стало известно, что американцы вполне возможно предоставят Украине абрамсы, об этом пишут американские издания, и, конечно, здесь понятно, что каждая страна, она смотрит внимательно на проведение другой страны, никто не хочет быть первым. Как вы считаете, я понимаю, что вы не военный эксперт, но если будете военно-политической составляющей, как подобные поставки танков изменят именно, скажем так, политико-психологическую ситуацию на Франции и политико-психологическую ситуацию в Кремле? Потому что не секрет, что в последнее время мы постоянно слышим о грядущем каком-то массовом наступлении страны российских оккупационных войск в Украине. Но вот этот психологический эффект, но не только для украинской армии, а для всей страны, да? И в том числе и для тех людей, которых путинская армия каштин буквально обстреливает, но я думаю, что это эффект очень высокий. Я думаю, что сейчас волня радости, так сказать, украинская армия по всей Украине, потому что люди видят, что нас все-таки не бросают на производстве, даже не судьбы, а Путина. Нас все-таки поддерживают. Мы получаем все-таки достаточно уже современное оружие. И не получили бы, в смысле Украина не получила бы это оружие, если союзники не думали бы, что это, во-первых, нужно, разумеется, для войны, во-вторых, что Украина будет пользоваться этим оружием, так сказать, достойным способом, достойным образом. Что касается России, ну, там… Мы же слышали, что… То есть уже до принятия вот этого решения канцлера Шольца, что появилась в Москве дикая, огромная пропаганда, которая, правда, все время предлагала нам, ну, как всегда, фактически, в случае с Кремлевской пропагандой, предлагала нам совершенно противоречивые, все время исключающие версии. Я помню, что, по-моему, Песков это сказал на днях, что, ну, пусть оставят эти танки, это ничего не измерит. Да? И другие пропагандистские группы и Кремля говорят, какой ужас, кошмар, это эскалация, это безумие, и вот, и эскалация со стороны Запада… Господин Малик, я вас перебью, как раз вот Дмитрий Медведев позавчера опубликовал в телеграм-канале следующий пост. Если никто не помнит, Дмитрий Медведев — это в прошлом президент России, а в нынешнем заместитель главы Совбеза и законченный алкоголик. Он опубликовал следующее. Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружений Киева не оставляется мнения в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше уничтожить. Оружения предостаточно. Далее. Во-первых, будет очень непросто. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которые достали американцы и, цитата, свора их кастрированных псов. Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. И тогда Штаты окончательно кинут струху Европы, и остатки несчастного украинцев и мир снова придет в ровно местное состояние. Вот вам, пожалуйста, тоже позиция алкоголика Медведева, которая, тем не менее, на что-то рассчитывает. Явно, если человеку 60 лет, а ему еще жить и жить, и необходимо как-то пристраиваться к новой системе политических координат. Вот вам позиция. Он такое пишет месяцами на своем телеграмме, и это, по сути, тут мало нового. Мы знаем его мнение прекрасно. Я еще очень хорошо помню, когда он был сначала премьер-министром, потом президентом, но на некоторое время, да? по-моему, он занимал это кресло Путина по сути, как его считали либеральным. Но с сегодняшней точки зрения это все звучит достаточно, ну, можно сказать, смех от ворона, можно сказать, страйком лично. И я, если мы уже кремлевскую пропаганду обсуждаем, тогда на днях другой рубль Кремля, Соловьев сказал тоже совершенно, нет, но он говорит, он, конечно, каждый говорит такие вещи. Но то, что тут особенно запоминается, что он сказал, что мы сейчас находимся в таком режиме, мы вот 11 месяцев были в режиме динацификации и демилитаризации, а сейчас переходим в режим демилитаризации, да? То есть, Соловьев, демилитаризации, ну, Украину или, я не знаю, в Кополе или, в конце концов, весь мир. Знаете, тут люди сидят не только в России, не только в России. Сидят перед сомбоящиком, смотрят и верят в все это. И это действительно составляет задуматься. В отношении Австрии, дайте мне сказать две фразы. На днях одна из самых авторитетных газет немецких стран, а франкфуртская газета, написала дословно, что в Австрии есть достаточно пророссийская политическая атмосфера. Вот дословно, цитата. И, кроме того, цитировали, никого не будет, а просто достаточно известного дипломата, господина Прикса, кстати, бывшего посла Австрии в России и действующего начальника дипломатической академии, который согласен. Да, он тоже сказал, вот у нас, у нас нечто вроде про российского, означает про путинского политического климата. Да. И еще хочу дать одну информацию по Австрии. Тоже на днях стали известны результаты одного очень интересного исследования Киевской высшей школы экономики. Они рассматривали, какие, ну по разным странам, не только по Австрии, естественно, по разным странам, какие кампании после крупномасштабного нападения России на Украину, какие западные кампании, оставались в России, какие ушли. Рассматривали 50, то есть, на 50 австрийских кампаний. И сколько из этих 50, вы думаете, сильно окончательно покинули российский рынок? Три. Я вам больше того скажу, я вам больше того скажу, господин Малик, я вам больше того скажу, что я на прошлой неделе читал в Moscow Times с отсылкой на американское исследование, которое доступно на Social Science Research Network. Это база открытых исследований в области социальных экономики. Ученые знают, а не только ученые. Это доступно для всех базов. Значит, внимание. Несмотря на санкции, несмотря на российскую грязь против Украины, из 1200 кампаний, которые западные были в России до 24 февраля, ушли из России всего 120 кампаний, либо 8% от общего числа кампаний в состоянии 24 февраля. То есть это то, о чем вы говорите, например, к Австрии. Вот я вам дал фактически абсолютные цифры, если брать весь Запад. Да, это, к сожалению, все так. И на днях, я не знаю, мы видели даже, была статья на «Радио Свобода», и конкретно в Австрии. И там было сказано, что Австрия ведет себя, ну, с одной стороны она поддерживает все санкции. То есть она на «Вето» не угрожает, да? То есть в смысле на «Протвене» эти санкции. В отличие от господина Орбана, премьер-министра Венгрия. Но с другой стороны, там, когда статье сказано, что Австрия ведет себя лучше, но не очень лучше, чем именно этот Орбан. И смущает некоторых аналитиков, зарубежных политиков. И в Украине, естественно, это замечают. Ну, разумеется. Разумеется. Замечают. Поведение Австрии. Некоторых смущает, что в Австрии очень многие, и это действительно правда, я же сам вижу это каждый день, очень многие уже, так сказать, задумают слух о восстановлении всех отношений, в том числе сферы, или, в первую очередь, сферы бизнеса и экономики с Россией после войны. То есть война идет еще полным ходом. Каждый день в Украине умирают люди. Каждый день обстреливают чили и квартали. Каждый день просто какой-то кошмар. А в Австрии мы уже осматриваем, как возобновят все это после войны. С другой стороны, мы каждый день слышим от достаточно умных людей, что эта война, скорее всего, на долго. То есть когда это после войны вообще будет, совершенно непонятно. Тем не менее, в Австрии, видимо, все смотрят в какой-то хрустальный шарик и предсказывают на этой основе «В будущем ее не все знают», или почти все, что… Это дословные цитаты, да? Что Россия ниже никуда не денется, или что Россия останется нашим соседом, или Россия будет оставаться членом европейской семьи и останется составной частью европейской культуры и так далее. Или такой смущенный критик, ну посмотрите еще на кратку. Да, я знаю кратку, нечто. Аргументы, которые не выдерживают просто никакой критики. Никакой. И как-то тоже на днях Лавров говорил о том, что Запад хочет решать то, что он называет русским вопросом так же, как Гитлер решал во время Второй мировой войны еврейский вопрос. То есть это совершенно… это просто безумие чисто в идее. Понимаете, просто слов не хватает, чтобы такое прокомментировать. И в Австрии об этом сообщили, да? То есть аргументы не молчали об этом. Но… и все. То есть сообщали, и это дело и кончилось. То есть никто не сказал. Люди, вы там в Москве, вы совсем сошли с ума. Вы… вам же надо вас… вот не только Лаврова или Соловьева или Медведева, а некоторых других тоже. Надо просто послать психушку и там остаться. Это никому здесь в полу не приходит. Никто или мало кто… ну в Израиле, да, 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 там по понятным причинам. Там, конечно, были какие-то возмущения. Но у нас… молчат как-то. И… или они уже настолько усадачены, что они не знают, что сказать. Зато тоже на днях выступал министр на странах дела Австрии, господин Жангер, и сказал, мы против от коллективного наказания для россиян, меня помню категорически, против прикот, выдающий лист для российских граждан. А что… и есть все-таки страны, которые еще гораздо меньше Австрии, и у которых гораздо больше смелости в отношении России, с которой они еще, в отличие от Австрии, имеют общую границу. Насколько я помню, Литва уже в апреле прошлого года внесла российского посла, да, а на днях Россия выслала посла Эстонии, по-моему. И в тот же самый день, в тот же самый день, Эстония выслала российского посла. Но это в Австрии просто немыслимо. Хотя эта малюсенькая Эстония, там сколько людей, полтора миллиона, за меньше счителей Вены. Ну, у Эстонии, видимо, мужества хватит, чтобы разобраться, чтобы выяснять отношения большим соседям. А у нас не хватает мужества. И это просто особо истит. Я, к сожалению, должен это сказаться, как гражданин и перестанин. Господин Малик, сегодня также произвели определенные перестановки в руководстве Украины во все президенты. И это все, как бы, такая череда очень активной внутриполитической жизни, которая в Украине началась с 14 января, когда Алексей Аристоевич по неосторожности в эфире с Марком Фегиным. Он предположил, что виной трагедии в Днепре могла стать, собственно, ракета ПВО. Ну, это было дезавуировано со стороны украинской официальной власти. Действительно, было доказано, что это была как раз ракета российской оккупационной армии, которая привела к трагедии и десяткам убитых людей в Украине. Но после этого, соответственно, Аристоевич подал отставку, посыпалась целая такая кавалькада новостей. И все это Алексей Аристоевич связывает с определенной ИПСО, то есть информационно-психологической работой, которая осуществляет Россия против Украины, готовясь к наступлению этой задачи, которой как бы поссорить и активизировать внутренне политический процесс Украины. Как вы относитесь к этой версии? Ну, что Россия хочет снести, так сказать, расклад в украинскую политическую элиту, это очевидно. Для этого не надо быть великим аналитиком, чтобы это понять и видеть, что Москва именно это делает и старается делать, потому что она думает, что это им на пользу. То есть как-то расшататься, так сказать, стойкость, которая существует пока уже почти год политической элиты Украины, в церкви и две власти. Москва хочет ее разрушить, это совершенно понятно. И она это делает любым способом, пропагандистским, политическим, военным это и так ясно. И мы слышим постоянно, что Каинская контрразвитка обнаруживает каких-то коллаборационистов или шпионов, которые мы не назвали. Что касается вот этих перестановок правительства и среди некоторых комбинаторов. Ну, у меня, честно, не хватает информации, чтобы судить, насколько это действительно оправданно. Ну, все-таки интересно, что эта кадровая ротация касается определенного уровня. То есть не министров, а сам министр. И некоторых комбинаторов. Кроме того, руководство страны, видимо, хочет показывать не только своей общественности, а еще и союзникам за рубежом, что оно принимает всерьез все информации и обвинения и так далее в коррупции. И оно хочет показывать, что оно занимается этим, причем активным способом. И что борьба против коррупции во время войны не прекращается. И что война дает всем участникам этой войны дополнительные возможности заниматься коррупцией. Ну, это и так ясно. Это все знают, и я ничего не говорю вам, что очень. Ну что ж, господин Малик, к завершениям, я вам задам следующий вопрос. Сейчас есть понимание, что Россия должна проиграть эту войну, и Россия должна вернуть все эти территории, которые временно оккупированы, начиная с 2014 года, включая аннексированный Крым, включая отдельный район Луганской и Ленинской области. Вот как вы считаете, насколько эта позиция по-прежнему поддерживается западной элитой? Сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Тут, наверное, многое зависит от того, кого вы спрашиваете. Пока же нет согласия даже по поводу того, что такое победа и других вариантов. Я, как я надеюсь, мы даже не будем обсуждать, что это такое в данном случае, что некоторые уже, причем уже давно говорили, что победа в Украине уже с собой была поймана, потому что она устояла, что у Путина не получилось взять с Киев как с 3 дня, как он, видимо, хотел. или просто вообще захватить всю страну или почти всю страну и объявить все регионы Украины и территории России, что это не получилось, как он хотел. Это некоторые уже считают победой. Но я к этому не отношусь. Я считаю, что можно под этим словом, то есть победой, можно разуме понимать, но я считаю, что победа будет тогда, когда действительно последний российский солдат покинул всю территорию Украины. То есть, то есть, разумеется, разумеется, весь Крым, весь Севастопол и весь Тонбасс. И раньше этого, трудно говорить о победе. Есть правда, есть правда, некоторые на Западе, если вы спрашиваете о том, что нас об этом говорят, которые говорят, что ой-ой-ой, не надо, не надо тут попытаться вернуть себе какие-то территории на Донбассе и тем более Крым, потому что особенный случай с Крымом будет действительно, может быть страшно, потому что в таком случае Россия, если, допустим, такой красивый, то Россия действительно может применить оружие-масовое поражение, уничтожение. Вот такое мнение есть. То есть, я могу себе представить, что, ну, допустим, представляем это себе, Украина сейчас получит танк, может, с вами есть западные танки, и через несколько месяцев, раньше вряд ли, вот эти танки будут указывать свое влияние на ход боевых действий, и представляем себе, что украинские Леопартии и Абрамсы чуть ли не уже пошли на территорию Украины. Тут я могу себе представить, что все-таки будет определенное, может быть даже сильное давление из Запада, этого не делать, остановиться, и возможно, что на Западе скажет Украине, вот, все, сейчас надо вести переговоры с Россией, или нельзя унижать свою силу, или нельзя угодить, чтобы Путин потерял лицо, как президент Франции говорил. Знаете, это, вероятно, еще и по другим причинам. Я, например, помню 1995 год. В Пусне, когда там была очень жуткая война, и как-то сербы контролировали половину Пусне, и потом все-таки правительственная армия перешла в контрнаступление, и вроде освобождала уже большие территории, и тут американцы сказали, что все, нет, стоп, нельзя, нельзя убедить как-то сербов. И потом заключили какую-то совершенно странную перемирие, потом какой-то минерал, в последствии которого страна расстелена до сих пор. То есть это ошибка, которая была, ну, заключили вот эти, так называемые, беденские соглашения, на основе которых страна была практически расстелена. 27 лет тому назад и до сих пор мы видим последствия вот этого, вот такого очень, очень, очень неудачного регулирования в ковичках. И я могу себе представить, что такое может быть и в Украине. Всегда, конечно, в случае успешного контрнаступления украинских вооруженных сил. Господин Малек, спасибо вам большое за это интервью. Мартин Малек, независимый политолог из Австрии, был сегодня с нами на телеканале «Медельник». Редактор субтитров А.Семкин